Это побережье, граница между Галисией и Астуриас, областью Астуриас. И такие мягкие, буквально пушистые зеленые поля заканчиваются невысокими ущельями. Потрясающие пляжи, бухточки, сланцевые горы. Очень приятная атмосфера. Можно спуститься на пляж по удобным дорожкам. И на самом деле здесь не сильная ветра. Всегда можно укрыться от ветра за такой вот скалой. Вот там, видите, проход в скале. То есть прямо между скалами тоже есть проходы под арками. Похоже на готические древние здания. И можно пройти вдоль побережья. Это десятки километров тянутся вот такие вот дорожки. Очень удобные. С перилами и со скамеечками. И вот можно идти, наслаждаясь видом океана. Чуть подальше от стоянки уже вообще никого нет. Редкие домики. И тут же начинаются пастбища. И вот там вот за теми горами уже густые леса. Видите, как туман идет. Так сюда люди приезжают. Есть маленький бар, есть туалеты. Все очень чисто, цивилизованно. Вот это вот северное побережье Испании. Пытаюсь спуститься на пляж. Такие вот сланцевые ступеньки ведут. Видите, как будто кто-то высек вот такие вот глыбы. На самом деле это высекла природа, шторм, волны. Вот эти арки, которые образуют камни. Тоже так волны пробили арки. И на пляж можно спуститься по вот такой вот лесенке. Есть туалеты, есть душ. Конечно, уже не выдержала. Спустилась на пляж. Прямо к этим сланцевым стенам. Черно-бурые какие-то. Видите, прямо в скале есть пещера. Туда глубоко-глубоко. Вот так вот входят сюда волны во время штормов сильных. Можно представить себе. Вот так вот разрезают сланец. Вот кое-где можно видеть, что к сланцу прилипли ракушки. Хотя во время, наверное, штурма. Причем, видите, нижняя часть сланца прямо вся в ракушках. То есть нижняя часть вот этих скал. То есть, вот чаще, да, доходят волны. А верхняя часть реже вот. Несколько ракушек всего. Можно видеть уровень волк. Вот так вот по ракушкам. Вот вкрапление в черный сланец. По мне так это мрамор. Потому что я просто вижу вот это белое мраморное колене. Повижу подальнесу. А может, и не мрамор. Не знаю. Не забыла, что я на океане. И начинается прилив. Вот поэтому еще много ракушек. Сейчас вода подойдет. И я останусь отрезанной. От большого мира. Поэтому надо же удирать. Иначе придется идти по воде. Вот это проход на пляж. Я прямо вот рукой трогала. Шланцевый потолок. Тут капает вода. Видите, вода подтачивает. В общем, самостоящая пещера, но сквозная. Вот отсюда такой вот проход. Вот так вот люди спускаются по лесенкам. Дальше идут на пляж. Буквы показывают Нава. Нава – это название нашего следующего городка, который находится уже в Астуриас. Нава – это столица Сидра. Сидр очень популярен в этом регионе. Яблочное вино газированное. И симпатичные домики окружают главную площадь. Народу никого нет, туристов нет. Как хорошо. И на улицах стоят бочки. Вообще так все закрыто. Городок прямо вот вымер. Оригинальные разноцветные фасады и пустые террасы. Астуриас – так называет этот район. Мы уже видим астурийские национальные костюмы. Сардина. Бар называется Ланаветта. Маленькая Нава. Вот два важных здания. Мэрия с лагами и церковь. И то и другое закрыто. Вот типичная астурийская архитектура. Видите, как верхние этажи расширяются. И каждый верхний этаж шире предыдущего нижнего. Это самый красивый дом, который я увидела здесь в Наве. Так что даже прошла к главному фасаду, ко входу. А рядом увидела нечто интересное. Видите, русский язык. Все слова, шум, дождя. Наши люди есть и в Наве. Не знаю, что за домик, но чудесно совершенно. Это явно модернизм. То есть тут тоже были эмигранты, которые возвращались разбогатившими из Америки. И вот тролли домики в таком стиле. на берегу местной речушки. Музыка. 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 Музыка Это мой следующий номер, отель чудесный, находится в горах, в глубине, прям недоступное, труднодоступное здание. Видите, у меня прямо за окна сушилка ледница на ножках тоже, там кукуруза висит, и отель, в общем-то, означает название отеля «Очищенная кукуруза». Герань, такое все древнее, ванна очень удобная, там шкафчик я покажу, ванна прям такая вот уютненькая, с кучей всяких шампунчиков. Окошечко тоже можно открыть. И покажу книжку, которую читаю во время путешествия. Страшная книжка про ведьм и про демонов. Тема путешествия ведьмы в Испании, такую я читаю на ночь как раз под тему отеля. Покажу еще холл. Это, не знаю, бывший дворец, какой-то поместье. За лестницей идут наверх. Видите, тут прямо колокольня такая старинная, но по ней подняться нельзя. И очень уютный холл. Смотрите, какой вид из окна открывается. Открывать окно. Вот такой вот вид. Мне очень нравятся такие древние здания, которые переделывают путь современные, удобные отели, очень спокойные. Будем смотреть, как раз здесь хорошо мечтать, читать, отдыхать и рассказывать о ведьмах. Сейчас покажу ресторан. Сегодня мы будем ужинать. Чудесный ресторан с чудесными видами. Сейчас его готовят к ужину. Он там, видимо, гладит скатерти. Пойдем в холл и выйдем сейчас на улицу. Сейчас покажу вам, какие здесь пейзажи. Все очень спокойненько. Диванчики, кресла. Все в цветочках. Чудесно совершенно. Тут можно взять напрокат велосипеды. Тут дорожки. И правда горные дорожки, конечно. Вот это вот Астурийские холмы. Чудесный отель. Мне очень нравится. Вот это он снаружи. Он там вот склад, который у меня виден из окна. Да. Этот фонтанчик, кстати, сделан в мельничном жернове. Все в цветах. Спокойствие. Только вот слышны петухи и коровы. Мучат, бубенчики на коровах. Только посмотрите, какое разноцветие. Шмели прям не унимаются. Чудесные запахи. Такие свежие, настоящие натуральные запахи. Деревни, знаете. Вау. Прямо от отеля отходят такие дорожки. По лесам, по полям. И внизу вижу огородик. Вот этот огородик. Свои фрукты, свои овощи. Фрукты тоже. Тут всякие яблоки, инжир растет. Будем сегодня есть салатик из свежих овощей. Ну, конечно, не утерпела. И пошла гулять по сельской тропинке. Вот такие вот прямо рядом с пастбищами. Видите, за моей спиной. Надеюсь увидеть поближе коров. Но они за заборчиком будут. Огромнейшие коровы. Очень вкусные здесь молочные продукты. Ну, любая Швейцария, знаете, рядом не стояла. Потому что действительно дикие места. Вкусно пахнет травой, цветами, воздухом. Ну, и вот это все передаются, конечно, молочные продукты. Весные тоже. Рай. Сельский рай. Астуриас. Дошла я до поселения. Там, как раз, хозяйка убирает, метает лестницу. Видите, какой инжир. Ворвать не буду. Хозяева рядом. О! Меня встречает белая кошка. Чудесное совершенно место. Прелесть. А, белая красавица, принцесса. Здравствуй, киска. С голубыми глазками. Ты не дашь лапку, куда царапаешь? Ну, давай, иди сюда. Кис-кис-кис. Кис-кис-кис. Эти акула clusters 確 quase так просто. Щас запрашивают ту 했습니다. Скорее киска также отличалась у Hyperne. Вот. С Гуршки цел... Читаем вот здесьÍ. В общем, вот здесь вот такие пасмурные платья, щас. И пуская платья. Вообще, смотрите, молоденький. Рео Сделана терраса Очень приятная Романтичная терраса Я часть показала В прямом эфире Эти места Потрясающие цветы И сохраняется Малюсенькая церквушка Она вроде даже открыта Ну конечно вряд ли Сейчас это будет церковь Пойдем посмотрим Внутри тоже какой-то зал А это такой ресторан Может мы тут будем завтракать Не знаю Видите как из церкви сделали Ресторанчик чудесный Совершенно Обалдеть ребята Вот так вот Оценим И Все сделано для отдыха Сейчас покажу вам Ой Колоколинку Огромное дерево Это кстати пробковый Дуб лежит И вот она была Церквушкой А стала она Рестораном Ну и с другой стороны Отеля По мной как подсобка Вот это отель С другой стороны Пользуюсь случаем Прохожу прямо через ресторан Пока еще нет Людей Показываю вам этот ресторан Чудесный Чем же нас тут будут кормить Уже слюнки текут Уже просто слюнки текут Тут еще какой-то зал есть А это наверное для завтраков Вау Вау Мне очень нравятся такие места Вот это наверное на десерт Уже приготовили Как же тут пахнет Боже мой Я обалдела От второго Ребята Это такой козленок С картошкой И перчиком К нему полагается Вот такой салат Это надо смешивать На тарелочке Все это Но это нечто Посмотрите какая подача С какой ложкой Как это все сделано Да И вот еще с красным венцом местным Сейчас чуть-чуть покажу Вот такой вот вид Но людей показывать не буду Потому что все это обалденно И вы помните Что я читаю Вот такую книжку После ужина буду читать Так ребят Пришло время десерта Мы просто не могли выбрать Из них Из обоих десерта Вот это вот Творожный перу С какими-то Обалденными Не знаю И фруктами красными А это разные виды Шоколада Фрукты пассион Ну в общем Обалденно